Добрый день подписчики и зрители этого канала. Сегодня разберем очередную миниатюру. Миниатюра нашего отечественного гитариста Виктора Козлова. Она мне очень нравится и я ее с удовольствием исполняю сам. Хорошо воспринимается детьми, когда я играю. Ну и сегодня мы ее поучимся играть и вы увидите, что в принципе там тоже ничего сложного, но она очень полезная. Главный элемент в этой пьесе называется глиссанда. То есть это такой способ исполнения нот, когда мы играем первую ноту, скользим по струне, не снимая палец со струны и останавливаемся в следующей ноте, тоже ее играем. Еще чем эта пьеса полезна? Тем, что очень много задействован мизинец левой руки. Этот палец должен быть крепким. Во многих классических пьесах он очень активно используется. Я вот могу вспомнить, например, известная прелюдия из собора. Это такая сюита Аугустина Бариуса. Там исполняются такие интересные очень аккорды в высоких позициях. И там постоянно задействован мизинец. Ну и так далее. То есть постоянно мизинец, большая нагрузка на нем. И вот если вы будете как бы уверенно играть вот эту миниатюру, которую мы сейчас будем разбирать, то я думаю, это поможет в принципе и в дальнейшем пригодится. Миниатюра называется «С неба звездочка упала». «С неба звездочка упала». Вот такая миниатюра. Миниатюра, повторюсь, она достаточно простая. Давайте разберем по фразам. Ну сначала ознакомимся с теми аккордами, которые встретятся. Первые две фразы начинаются с ноты ми на 12-м ладу. Мы ставим, конечно же, ее мизинцем. И скользим. Первые две фразы скользят до ноты соль на третьем ладу. То есть в этой ноте соль, с этой нотой соль нужно сначала в первой фразе сыграть бас ми, потому что аккорд мы играем, в это время звучит ми минорный аккорд. Еще разок. И доигрываем два аккомпанемента. Следующая фраза. Ну, назовем это не фраза, это мотивы, конечно же. Опять до ноты соль, но только сейчас вместе с нотой соль надо сыграть бас ля. И доставляем аккорд ля минор. То есть в сумме это будет звучать аккорд ля минор септ. Септ аккорд. То есть мы доставляем две ноты ля и до вот сюда. Еще раз, второй мотив. Еще разок повторим первые и вторые мотивы. Напоминаю, что лучше, конечно, играть первую струну, вот это скольжение, играть пальцем А, чтобы у вас каждый палец был прикреплен к своей струне. Большой к басовым струнам, палец А к мелодической струне первой и два пальца и М у нас играют аккомпанемент на второй и третьих струнах. Еще разок, первая и вторая, первый и второй мотивы сыграю подряд. Следите, пожалуйста, чтобы у вас мизинец прижимал практически кончиком пальца. Я не знаю, видно, вряд ли видно отсюда, но вот видно следы от струн, от струны. Видно, что вот в этой части я прижимаю мизинцем. Мизинец, конечно, тонкий палец и не всегда он прочный, но все-таки нужно стараться играть почти перпендикулярно. В данном случае почти перпендикулярно струне. Если вы поставите его плоско, положите вот так вот на подушечку сюда, то некоторые аккорды вообще так практически не взять. То есть вам трудно будет добавить какие-то пальцы к аккорду. Да и не чисто это будет звучать. Плюс еще не забывайте, что вот здесь палец самый твердый, вот здесь с кончика. Если вы будете прижимать мягким местом пальца, вот этой подушкой, то есть вероятность того, что у вас просто струна не прозвучит даже. Разбираем третий мотив. Он начинается от ноты Си и доходит до ноты Фа диез. К этой ноте Фа диез нужно подставить те же самые Ля-До, что и в предыдущем аккорде мы ставили. Еще раз сыграю третий мотив. Он довольно простой. Четвертый мотив начинается с этой же ноты Си, но уже заканчивается на открытой струне. Нужно сыграть бас Ми. И вот в четвертом мотиве с баса Ми, после баса Ми нам нужно сыграть вот такую. Такое интересное созвучие называется. Интервал секунда. Мы ставим нотку Ля и играем с ней открытую Си. Играем коротко, чтобы было такое настороженное, таинственное звучание. Соль-Си длинно, и опять Ля-Систая. Сыграю четыре первых мотива, которые составляют из себя предложения. Второй. Третий. Четвертый. Вот мы сыграли первое предложение. Ну, давайте посмотрим аккорды. Первый аккорд Ми-минор. Второй аккорд Ля-минор. Ну, Ля-минор-септ, если учитывать вот эту нотку Соль. Давайте ее. Третий аккорд Ре-Д7. Ре-септ-аккорд мажорный. И перешли опять в аккорд Ми. Очень легко запоминается даже по басам. Первый аккорд Ми. Второй Ля. Третий Ре. И заканчивается. Второе предложение, оно похоже на первое, только отличается третьим вот этим мотивом и четвертым. То есть первые два мотива такие же. А вот третий мотив мы начинали с нотки, помните, с нотки Си и ввели ее в ноту Фа-диез. А здесь к ноте Си нам нужно подъехать с предыдущей ноты с пятого лада, с ноты Ля. Здесь достаточно быстрое движение нужно сделать на Фа-диезов вернуться. Доставляем Ля-До там к Фа-диезу. И четвертый мотив точно так же добавляется, вернее не точно так же, четвертый мотив является секвенцией к третьему мотиву. То есть третий мотив был таким. А четвертый. Нужно подъехать уже с третьего лада к пятому. Если на двух струнах это показать, то вот он третий мотив. Сдвинулись. И в конце четвертого мотива опять же у нас идет вот интересное, интересное вот это вот подголосочек интересный. Итак, я сыграю второе предложение. Вот следующий раздел. Интересное очень арпеджио такое, необычно звучащее. Это ноты Ля-Диез и До-Диез. Можно их назвать, конечно, Си-Бемоль и Ре-Бемоль. Ну, давайте так назовем. Это Си-Бемоль минорный аккорд с ноткой Ми. Два раза его играем арпеджио. Просто перебираем струны. Третья, вторая, первая, вторая. Еще раз. Теперь сдвигаемся на Ля-До. Еще разок. Два раза Си-Бемоль минор. А здесь мы играем один раз арпеджио, а потом играем арпеджио триольное. То есть, я-блоко, да-да-да. И опять секунда. И повторяется опять. Еще разок эту фразу повторим. Си-Бемоль минор струны. Арпеджио. Второе. Сдвигаемся на Ля-Минор. Триольное. Я-блоко-е-м. Уже знакомая секунда. Звездочка полетела. Вот этот вот, не забывайте аккомпанемент, да, коротко сыграть. И опять повторяем. Си-Бемоль минорное арпеджио. Два раза. И триоль. И пошли звездочки лететь. По четырем струнам играем одно и то же. Можно даже пальцами, распределить пальцы. На первой струне пусть сыграет А, на второй М, на третий И. А последнюю можно даже большим пальцем сыграть. Или еще раз И. Смотрите. Значит, стартуем. Скользим. И в конце грифа просто сдергиваем струну. Здесь следующий палец. И предпоследняя нота. Это на четвертой струне четвертый лад. Можно повисеть на ней. И последний аккорд. Это четыре открытых струны. Шестая, четвертая, третья и вторая. Просто его сыграть арпеджиата. Так красиво повесить. Еще раз сыграем. Звездопад. Вот такая миниатюра. Я повторюсь, она очень приятная. Она очень атмосферная. Такая характерная пьеса. В принципе, много труда не составит ее разучить. Но, повторюсь, очень полезная. То есть, во-первых, перемещение руки по грифу. Конечно, ее нельзя, это перемещение, делать с зажатой кистью. Обязательно, когда вы играете. Когда вы, допустим, делаете вот это глиссанда. Двигаетесь по грифу. Допустим, сейчас вверх. То у вас все-таки должно немножко вперед идти запястье. Вот. То есть, посмотрите. Как бы кисть идет за запястьем. То есть, нельзя ее такой рукой в буратино играть. Вот такой. Жесткой рукой нельзя играть. То есть, кисть должна быть подвижной. Подвижный элемент. Даже, может быть, где-то, где-то, когда движение идет в противоположном направлении, опять же, подогнуть немножко кисть. Потащить кисть за запястьем. Проверяется расслабленность кисти. На таких вот движениях. Вот такая миниатюра. Попробуйте ее и поиграть. Я ноты приложу под ссылочки под видео. Давайте, до следующих разборов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok